Друзья, ну что это такое? Вначале кому-то не нравились шторы, теперь большое количество людей пишет мне, что поменяй музыку в интро, поменяй музыку в интро. Окей, кстати говоря, те, кто смотрит мой канал, довольно давно оценят. Друзья, всем привет, Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу мы с вами разберем ситуацию на криптовалютном рынке. Соответственно, я постараюсь подсказать вам, какие решения в данной ситуации лучше принять и, соответственно, что сделал я лично. Действительно, сейчас рынок отличается довольно низким реальным объемом торгов и довольно большим количеством манипуляций. Плюс здесь крупный игрок никоим образом не забывает сносить стопы игроков в обе стороны. Окей, сейчас кратко разберем локальную, среднесрочную и более глобальную ситуацию по биткоину и некоторым топовым альткоинам. Начнем с вами с биткоина. Текущая цена плюс-минус 8800 долларов. Сразу откроем с вами крупные таймфреймы и наблюдаем следующий момент. Закрытие недели на поддержке с небольшим проколом уровня. Соответственно, здесь уже я могу сразу сказать соображение по глобальной ситуации. Я думаю, сейчас будут рисовать максимально стрёмную ситуацию, которая якобы будет нас отправлять к нижнему уровню данного канала. Но в реальности все-таки я думаю, ну это вот такая среднесрочная-глобальная ситуация, даже больше глобальная. Я думаю, нам как-то еще зарисуют немножко внутрь канала. Соответственно, я даже в прошлом выпуске уже эти соображения давал. Сейчас они реализовываются в моменте. Ну вот нас немножечко еще закинут внутрь канала. И дальше уже будет какой-то более резкий отскок. Причем на следующем движении, по-хорошему, мы здесь должны поймать какую-то консолидацию, да. И следующее движение должно уже быть более резким. И здесь уже не стоит исключать, что вообще выход за десятку у нас будет, ну такой, качественный довольно. Но об этом объективно рано. Давайте рассматривать ситуацию в моменте. Среднесрочно мы с вами наблюдаем абсолютно очевидный момент, где после коррекции на консолидации люди ожидают второй импульс и у нас выносят стопы по ним. Здесь бы обратить внимание ваше хотел бы на прокол уровней и как быстро его выкупили. Соответственно, здесь это и подтверждает мою теорию более долгосрочных движений, что даже если у нас будет еще какие-то вот движения вниз, то эти движения ограничатся, ну, самый максимум, который я здесь рассматриваю, это где-то 8400. Если честно, в данной ситуации, ну, я не сильно верю в то, что это какие-то предпосылки коррекции. Скорее всего, это все-таки сквизы на лонгистов, на шартистов, то есть вынести всех в обе стороны и дальше, соответственно, продолжить какое-то движение. У нас с вами рынок довольно часто таким отличается. Если рассматривать ситуацию более локально, то здесь, конечно же, мы будем с вами удерживать уровень. Небольшой у нас будет откуп, откуп будет в зону плюс-минус. Ну, вот край зоны, я считаю, что это и будет край канала. То есть это будет 8800, 8900. Очень навряд ли, что прямо сразу с текущей ситуации мы с вами будем выскакивать за уровень 9100. Не думаю, что вероятность на это сейчас довольно большая. По крайней мере, лично я зафиксировал биткоины еще в прошлом, по-моему, или в позапрошлом выпуске по уровню 9300. Я его фиксировал, там у меня были локальные трейды. На данный момент по биткоину я сижу в фиате, не рыпаюсь. Все-таки я думаю, что где-то точку входа надо будет рассматривать от уровня 8400, 8500. Это лично мои соображения. Плюс здесь хотел бы отметить манипулятивную составляющую рынка. Обратите внимание, ну, действительно слабые очи проторговки, и каждое движение идет от импульсного влива объемов. Ну, тоже нездоровая тема. Вспомните, как у нас актив торговался на тех же, там, 7500-8000. Была хорошая, здоровая волатильность. Сейчас мы с вами наблюдаем продолжение ситуации, которая была на десятке, на 11000, когда у нас движения идут чисто от импульсов. Конечно, не мудрено то, что сейчас мы наблюдаем с вами такие движения, потому что явная неопределенность рынка есть, и абсолютное большинство ждет, куда все-таки рынок потянут. Ну, блин, не до таких же, не до такого же степени. Поэтому пока что я силы в покупателе не вижу. Я все-таки поддержу фиат. Я считаю, что здесь не стоит лишний раз рисковать. Более интересная ситуация с альткоинами. Начну с Ripple, но прежде пару слов о спонсоре данного выпуска. Друзья, проект Fireplay на технологии Trueplay получил глобальное обновление. Получена лицензия от eGaming Caracao, которая помогает выходить на новые рынки. В рамках ребрендинга проект также поменял свое название. Теперь проект называется Fairspin. Ну и самое главное, добавляется фиат. Теперь есть возможность пополнять свой баланс в традиционных валютах и с банковской карты. Fairspin – это блокчейн-казино на технологии Trueplay. Следовательно, все транзакции записываются в блокчейн. Игроки могут отслеживать все депозиты, выплаты, а также баланс самого проекта Fairspin. И действительно, друзья, данный проект максимально прозрачный. Вы можете убедиться в этом сами. За год было выиграно больше 33 тысяч эфириумов. А это на секундочку около 6 миллионов долларов по нынешнему курсу. Стремительный прогресс и технологии Fairspin были также отмечены номинациями на две престижные награды. Команда Fairspin отмечает то, что такой результат они получили из-за ставки на честность и прозрачность, чего не хватает онлайн-геймингу. И, соответственно, пополнять средства можно как в криптовалюте, так и в фиате. Ссылочку на проект вы найдете в описании, а мы с вами продолжаем. Напомню то, что Ripple я фиксировал на уровне где-то 29,7-30 с копейками. Я зафиксировал полностью актив. И на данный момент актив показывает... Он тогда показывал, если вы помните, в выпусках я говорил, то что сейчас мы находимся вплотную у сопротивления, у уровня сопротивления, и нету какой-то убер-силы на его пробитие. Ну, актив закономерно пошел на откат. Откат уже довольно неплохой, мы с вами наблюдаем. Но я думаю, что в данной ситуации еще не вечер. Так как мы поломали среднесрочные и локальные поддержки, и особо я бы не сказал, что актив откупает, я все-таки думаю, что есть вероятность поймать актив у глобальной поддержки. Глобальная поддержка – это 26,5 центов. Нужно отдать должное, что на 26,8 уже хорошие покупки были сосредоточены, потому что, я думаю, если вы наблюдали за рынком, вы наблюдали за тем, как у нас его давили, и здесь уже мы наблюдали откуп. Но все же пока что не вижу, я вот это тоже скажу, как есть, не вижу сил. Если вы наблюдали мои прошлые, позапрошлые, последние все выпуски, я делал довольно большое количество локальных трейдов. Сейчас их делать в соотношении риск-прибыль действительно довольно опасно. Даже у себя в закрытой группе, когда мы первый раз пошли на 8,800, меня люди активно-активно-активно спрашивали, «Виталь, ну что, входить-то будешь? Как ты считаешь?» Я говорю, «Нет, не стоит. Лучше дождаться. Если входить, то лучше дождаться уровня 9-100 и закрепления». И мне пишут, типа, мол, чего мы пропустим это движение тогда? Я говорю, ну действительно, лучше пропустить данное движение, чем получить еще, например, минус полторы тысячи долларов вниз по тому же биткоину, потому что это вполне реальная ситуация, которая может с нами произойти. Ну и сейчас уже люди, соответственно, подуспокоились, потому что видят, что общее направление рынка, ну сейчас, довольно слабенькое. И действительно, мы с вами наблюдаем откаты. Что касается ситуации по эфириуму, должен отдать должное, что он довольно неплохо держится. Не так круто, конечно, как Stellar Lumen, но актив держится. Все же, что касается эфира, я думаю, тут еще есть потенциал на второй импульс отката. Причина тут довольно простая. Если посмотреть более глобально канал, в котором сейчас стоит эфириум, мы стоим у его нижнего уровня, у нижней поддержки. И ниже среднесрочного канала. И, как видите, здесь его откупают, и он отталкивается от уровня этого канала, что дает возможность предполагать, ну плюс общий объем, что дает возможность предполагать и дать больше вероятность на то, что мы можем прокатить актив еще как минимум вот в этот уровень. Поэтому здесь я все-таки рассматриваю 175, где-то вот 175, 178 точка входа. Кстати, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь здесь, мы с вами уже один раз набирали его от этих уровней. И вполне вероятно, что здесь дадут так прокатиться. Если смотреть актив более глобально, то здесь мы можем с вами обратить внимание, то что он изо всех сил пытается у нас глобальное сопротивление побить. Скажу честно, если смотреть его более глобально, я все-таки думаю, что здесь будет какой-то доп. набор ликвида. Возможно, кстати говоря, его и вот ближайший там локально среднесрочно нарисует, сразу будет этот доп. набор ликвида. Типа вот видите, здесь мы тестировали уровень, да, его оп, вниз, и потом резко откупили. Также снесли все стопы, соответственно, спрос предложения у нас получилась, и пошли опять на тест уровня. Здесь вот я как-то тоже рассматриваю, что будет, ну вот вероятно, 175 плюс-минус, вот как-то так и оп, и, наверное, уже будут все-таки пробивать уровень, потому что довольно долго мы стоим, а здесь надо отметить, что здесь глобальная поддержка, и эта глобальная поддержка довольно сильная. Что касается доллара Люмина, говорю, как есть, пес его знает, зачем его так держат. Он уже давно должен откатиться где-то на 6,5 центов, плюс-минус. Объемы проторговки здесь овощи нулевые, держат актив совершенно искусственно. Что здесь показать хотят? Не знаю, знаю только определенно одно. Но для человека, который не сильно заморачивается по трейдингу, это ситуация эйфории. Ситуация эйфории, как правило, их всех рубит. Даже если он у нас еще раз даст тест вот этих вот уровней, восьмерки, восьми центов, я все равно думаю, что мы здесь будем наблюдать более глубокую коррекцию, и глубина этой коррекции, вы сами видите, здесь потенциал вообще вплоть до этого канала. Вот, раз уровень, это сколько? Семерка ровно, ну и 26,5-6. Вот, поэтому при такой слабости биткоина, общей слабости рынка, я бы здесь, ну я лично, я закрыл позиции. Единственное, по столу Арлюмина у меня был другой трейд, я его покупал по 6 с чем-то, закрывал по 7,1, и потом то, что получил, перезаливал в рипл. То есть вот это прям вот пам-памп я не поймал, разумеется. Но все равно там в районе 15, может 20 процентов, плюс-минус я заработал на этом деле. И здесь при таком рынке, друзья, я считаю, что это откат. Друзья, определенно сейчас рынок довольно слабый, это стоит учитывать. А вскакивать на шару, я не знаю, вы пришли торговать криптовалютой, заниматься инвестициями или играть в казино. На шару сейчас входить в рынок довольно опасно. Лично я, когда вот мог торговать локальные движения, я их торговал. Сейчас считаю, что соотношение риск-прибыль абсолютно даже близко рядом не стоит. И я довольно неплохо вышел. То есть даже, грубо говоря, если я сейчас перезайду, это опять будут плюсовые сделки. Но я все же думаю, что активы здесь можно поймать пониже. Что же касается моего видения более глобального, и я думаю, что более глобально это именно развод. То есть я думаю, что это какой-то такой формат, что якобы мы сейчас опять на 7300 пойдем, показать, напугать, и уже на донаборе вот этих вот всех позиций начать пробивать глобальные сопротивления, уже выходить выше. Все-таки в данном глобальном степе по биткоину я рассматриваю продолжение роста, продолжение восходящего тренда. И думаю, ничего здесь пока такого сверхъестественного и страшного в глобальной перспективе, в глобальной ситуации нет. Соображения такие. Благодарочка мне, как автору, оставляйте в виде вашего комментария, лайка и подписки. Также напоминаю, что у меня есть группа, закрытая, с ежедневным обзором рынка. Форум на нее вы найдете в описании. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска, друзья. Работаем. Субтитры сделал DimaTorzok